Приветствую, друзья. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после ухода из страны компании Рено московский автомобильный завод станет выпускать «Москвич». Для тех, кто не застал советское время, я поясню. На вершине советской автомобильной пирамиды стояли лимузины «Зил» и «Чайка». Их купить было невозможно. Эти машины полагались членам политбюро ЦК КПСС, то есть самой вершине советской номенклатуры. Уровнем ниже были «Волги». «Волги» были у начальников по партийной и хозяйственной линии, директоров господприятий, артистов и даже спортсменов. Но и зажиточные граждане в теории тоже могли их себе позволить. Большая проблема была не в деньгах даже, а в наличии машин. За ними годами надо было стоять в очереди, а купить можно было только по карточкам. «Жигули» и их экспортный вариант «Лада» были относительно массовыми автомобилями и мечтой советского гражданина. «Москвич» располагался в самом низу статусной пирамиды. Ниже ценились только «Запорожцы» в моделях «Ушастый» и «Горбатый». Впрочем, когда я говорю про непрестижность «Москвичей», то это была, конечно, относительная категория. Любая машина в Советском Союзе говорила о достатке и статусе владельца, ну вот просто потому, что автомобили были доступны очень немногим. Ну, даже тот же самый «Москвич». Решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель. Моя первая машина, к слову, была «Москвич», 412-й. Я, как сейчас, помню это волшебное чувство попытки развернуться в узком пространстве без гидроусилителя руля. Я помню попытки завестись в мороз, я помню сгоревшие сцепления, помню, как гадал, вот это вот сейчас воткнулось вторая передача или четвертая. В это же время в Германии уже существовали «Мерседесы», «БМВ», «Ауди», «Порше» и не говоря уже о «Фольксвагенах». И когда западные автомобили впервые стали доступны советским гражданам, контраст был просто невыносимым. И вот сейчас Сергей Семенович Собянин заявляет о возврате к символу отсталости советского автопрома. А еще в советские годы был удивительный валютный курс. Доллар в 80-е годы стоил около 70 копеек. Ну, как стоил. Продать по 70 копеек иностранцы еще могли. А вот купить доллары было нельзя. Только на черном рынке и в 10 раз дороже. Но при этом обменный курс регулярно публиковался в газетах. Зачем? Непонятно. Может подумать, что этот курс имел какое-то отношение к реальности. Как не имеет отношения к реальности и нынешний официальный курс. На днях курс доллара опустился до 63 рублей. Это хорошо или плохо? Вроде бы сильный рубль – это хорошо, но доллар падает, а цены растут. Это значит что? Это значит, что официальный курс рубля к доллару ничего не значит. Нет нормального свободного рынка. Кто-то обязан продавать валюту вне зависимости от своего желания. Кто-то не может свободно купить доллары или купить доллары в достаточном количестве. Ну, в общем, как в Советском Союзе. Вообще, сходство с СССР становится довольно пугающим. Выступление генсека, простите, президента под нескончаемые аплодисменты. Отпечатанные транспаранты, согнанные на митинги бюджетники, постоянная идеологическая накачка, в которую не верят даже сами пропагандисты. Кто из вас воспитан патриотически? Кто из вас любит свою родину до того, что готов поддержать своих соотечественников? Вот они сейчас даже пионерскую организацию ту решили воссоздать. Такое впечатление, что Путин сумел изобрести машину времени и перенести одну седьмую часть суши на полвека назад. Эстетически мы уже в совке. Экономически будем там достаточно скоро. Но было бы неправильно объяснять это путешествие во времени только личными предпочтениями Путина. Мол, его молодость прошла в 70-е, он всю страну туда тащит. Путин может влиять на выбор эстетики прошлого. Но само направление назад, в архаику, оно ведь безальтернативно. Дело в том, что Путин выбрал такую систему управления, которая неминуемо тянет страну в прошлое. Сейчас прошлое, это поздний Советский Союз, но может дойти и до крепостного права. Вообще, двигатель прогресса – это многообразие и конкуренция. Что в природе, что в бизнесе, что в истории. Нет конкуренции, начинается вырождение. Так вот, главное, чего боится и не выносит Путин – это конкуренция. Да, это правда. Ну вот, согласен с вами полностью. Если есть 10 принадлежащих разным владельцам автомобильных заводов, то будут Мерседесы, БМВ, Ауди и Порше. А если всего два завода и оба государственные, то будут москвичи, Жигули и автомобили в комплектации «Ведро с гайками». Будь проклят тот день, когда я сел за воронку у этого пылесоса! 10 нефтяных компаний с разными акционерами конкурируют между собой, заставляют друг друга снижать издержки, повышать эффективность. Сливаете всю нефтянку в одну госкомпанию – получаете «Роснефть», которая стоит меньше, чем составляющие ее активы. Зато у руководителя есть яхты, дворцы, самолеты. Вот ровно так же это работает и в политике. Есть конкуренция идей, платформ, личности, и избиратель получает госуправление более высокого качества. Нет? Тогда получаете засевшего в бункере диктатора. Путин пришел во власть за богатством, но очень скоро сохранение власти стало самоцелью. И все 22 года на посту Путин концентрировал в своих руках все больше и больше власти, замыкал на себя все больше и больше управленческих решений. Сначала он подменил собой силовые ведомства, потом правительство Минобороны. Сейчас принимает решения на уровне полковника. Причем принимает их плохо. Путин решил, что сохранение власти и денег возможно через концентрацию полномочий и устранение конкуренции. Поэтому были уничтожены независимые СМИ, установлена монополия в политике, зачищена общественная культурная жизнь. Но монопольная единоличная власть крайне неэффективна. Такой власти не хватает независимой информации и экспертизы. Такая власть не может быть достаточно компетентна. Она совершает ошибки, на которые некому указать. И в конце концов такая власть просто теряет связь с реальностью. Монопольная единоличная власть была характерна для прошлых эпох. Цари, императоры, диктаторы, короли – это все символы ушедшего времени. В современном, динамичном, сложном обществе управлять страной из одного кабинета просто невозможно, если страна большая. Нельзя вести страну в будущее с управленческими практиками позапрошлого века. Но для Путина монопольная, сконцентрированная в одних руках власть – это, как он считает, залог выживания. И политического, и физического. Он не собирается отказываться от этой системы управления. А значит, пока Путин у власти, Россия и дальше будет проваливаться в архаику. Наша страна приобретает черты СССР не потому, что Советский Союз так уж нравился Путину, а потому, что при такой управленческой системе ничего другого не построить. Древняя и неэффективная власть не может производить Теслы, только москвичи. Путину наверняка Тесла нравится больше, чем москвич. Но ничего не поделаешь. К отсутствию конкуренции и ручному управлению страной прилагается москвич. Тем более, что для себя лично, конечно, Путин может построить лимузин, а Аурус, как вот когда-то членам Политбюро полагались ЗИЛы. Разрушить путинскую машину времени, которая тащит всю страну в прошлое, можно только в случае демонтажа всей его системы управления. Увы, теперь будет недостаточно просто вернуть разделение властей, независимые СМИ, конкуренцию в политике, провести демонополизацию экономики. Война изменила не только жизни миллионов людей, она сломала будущее нашей страны. Никто не согласится жить в ожидании очередной реинкарнации Северной Кореи таких размеров и такой агрессивности. Путин сделал нас, всех вот нас, проблемой, которую будут решать. Причем, в отличие от СССР, за этой проблемой нет ни второй экономики мира, нет ни второго научного потенциала мира, нет сравнимого с Западом населения, нет привлекательной философии, нет серьезных стран, готовых быть частью этого видения будущего. А на голой силе можно устроить конец света, но не победить. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. У Путина нет выигрышной стратегии, а у нас, как у России, она есть. Но только нужно будет демонтировать тот институт, из-за которого вся эта машина времени стала возможна. Я имею в виду пост президента страны с тем объемом полномочий, которым его наделила эта вот самая Конституция. Надо будет устранить сверхцентрализацию с ее сбором и распределением всех ресурсов через Москву. А для этого придется переучредить федеральный центр, сделав его местом политического представительства и поиска компромиссов между регионами. Ведь именно изначальная сверхконцентрация власти дала Путину возможность для дальнейшей монополизации всей жизни. И нужно навсегда избавиться от этого поста и от этой возможности, если мы не хотим, чтобы весь мир рассматривал нас как угрозу. А машина времени бесконечно возвращала нас к производству москвичей. Счастливо вам!